Всем привет! Со всеми мы видели сегодня или вчера, поэтому в целом тематика нашей лекции будет нам всем понятной. В рамках нашего воркшопа мы затронули очень важную тему, это тема цифрового прототипирования и симуляции. В целом, когда я начинал думать о том, как построить лекцию, вообще к коллекционному подходу, вообще при подавании существует несколько таких базовых методик, и одна из них является эволюционной. Но я старался их можно меньше сделать, этот эволюционный путь, каким образом развивались, скажем, вообще модели виртуальные прототипы и цифровые прототипы, но в целом я решил про них рассказать, чтобы из глубин кроличьей норы потом вырасти, выбраться туда, где мы сейчас, собственно, в море находимся. Благодаря ИДИКу у меня есть честная программа на создание презентации Prezi, классная, и позволяет делать клёвые презентации, и я сейчас даже покажу, как делается. Во, вообще классно. Перемещения такие замечательные. Значит, сейчас мы смотрим таймлайн. Таймлайн вообще развитие моделей. Я вообще хочу сказать о том, что первый прототип, виртуальный прототип, это была алгебра, когда мы вместо того, чтобы положить две дощечки рядом с собой и посчитать, и сказать, вот 1 плюс 1 равняется 2, мы просто записали это на бумаге и получили значение 2. В принципе, вот с этого первого вычисления и началось прототипирование, и начались виртуальные модели, развитие которых и длилось в дальнейшем, продолжалось. То есть это были вот там таблицы умножения шумерской, у меня представлена внизу такая красивая картиночка. Значит, здесь же есть, соответственно, принцип Архимеда и Аристотеля, и, в принципе, дальше все это развивается дальше. То есть, вообще, что такое виртуальная модель? Это модель, которая позволяет нам, не контактируя напрямую с объектом, получать о нем какую-то информацию. Информацию в результате вычислений, в результате какого-то однозначного соответствия между параметрами. Таким образом, скажем, вот есть план помещения какого-то древнего храма, есть какие-то мифы и сказания, которые тоже дают соответствие между нашими знаниями о мире и то, как он устроен. Счеты, астролябия, и, ну, видишь, как получилось. Я не ожидал этого. Вот, ну, тогда, значит, вот так сделал вперед. Вот, он приведет мне дальше. Потом, соответственно, появляется алхимия. И алхимия уже задается довольно суровой модели, когда впервые вместо опытного пути, потому что он был параллельно развивался вместе с опытным путем, развивалась алхимия, вообще целом химия, которая давала нам возможность, не проводя опытов, получать результаты взаимодействия каких-то элементов. Пускай это все базировалось на однозначно когда-то созданной базе, но в целом в дальнейшем исследование можно было проводить уже не так, но с элементами. Таким образом была построена первая модель вещества, потом появился Ньютон с его яблоками. Вообще все стало здорово, потому что можно было строить модели уже физические и исследовать какие-то механизмы просто посредством кинематики в простейших расчетах. Дальше все стало еще веселее, потому что появился Менделеев, и у нас вот эта таблица Менделеева. Теперь уже можно было исследовать материалы, даже которые еще не появились, и виртуальная модель стала еще более комплексной. Исследования можно стало проводить вообще, находясь в состоянии, например, просыпаясь с утра, вы думаете о чем-то и проводите исследования, потому что у вас есть модели. К этим виртуальным моделям вы обращаетесь. Все развивалось дальше и дальше, появилась теоретическая механика, Сопромат, который позволяет уже снять конструкции, в принципе, до того, как они были построены просто по плану, появилась возможность вообще электрические цепи, и наконец-таки с появления цифровой эры появляются такие компании, как Vesal Systems, Siemens и Autodesk. Все эти три конторы начинают делать совершенно чудесные вещи. Они начинают делать CAD и SAPR. И в дальнейшем с развитием SAPR появляется возможность Unigrafx, это Unigrafx, делать же довольно комплексные сборки внутри просто обычных моделей. То есть мы начинаем создавать реперты, мы начинаем создавать сборки, мы начинаем создавать механизмы и узлы. Причем комплексно объединяя все вместе в единую структуру. Тем образом создаются самолеты, автомобили, какие-то станки, это, по-моему, вообще, да, это станок на самом деле. И в целом даже собираются в Boeing, например, сидит на Кати, и весь Boeing собирается полностью в этом софте. Все проектировщики работают совместно, каждый знает свою роль, и, забирая кусок проекта себе, он работает с ним. Таким образом рождается концепция PLM, про которую мы вчера уже немножко говорили. Это концепция жизненного цикла изделия, когда в рамках одного хранилища проект претерпевает изменения от концептуальной разработки, в дальнейшем он обрастает деталями, такими как конструкция, такими как, соответственно, это работа с электричеством, с механикой. Данные об этом продукте отдаются аналитикам, они отдаются управленческому аппарату, они отдаются на производство, они отдаются логистам. То есть, благодаря тому, что у нас есть единая модель, в рамках вот этого вот Life Server Management мы можем получать всю информацию из единого хранилища. Как термизовано вообще в дальнейшем, о применении всего этого я, естественно, расскажу. Сейчас я просто иду обзор на то, что вообще происходит. Вот здесь у меня какой-то классный ролик. Это Автодеск. Но вообще-то без звука, на самом деле, даже странно. Может, потому что точно. Но Автодеск, этими роликами, любят грузить на всяких презентациях и всяких Одесских университей, и форумах. Они показывают красивые концепции того, как все здорово. Хотя я ничего не понимаю, что происходит. Но в целом, здорово с ней там рассказывается о том, каким образом происходит в целом работа над проектом. То есть, вы можете мудрять на модели, проводить симуляцию, анализ, интуализацию и собирать какую-то цельную концепцию в рамках одной общей системы. Пускай пока еще на базе разных продуктов. Это Автодеск на разных продуктах. У других контор есть единый продукт, объединяющий в себе, в принципе, все. Самое интересное, что благодаря цифровым моделям, сдающимся таким комплексом, очень легко переходить от одной серии изделий к другим, потому что очень легко меняются одни компания, а другие изменяют в серии, и рассчитывают туда кераметрическим нагрузкам, кераметрическим заданным параметрам. Вся система полностью. В этом плане, конечно, свое процепирование – классная штука. Но для нас с вами... Сейчас посмотрим дальше, куда меня поведет. Нет. Кстати, мы продолжим только, будем сказать чуточку позже, хотя, ну, штука на самом деле важная. Таким образом, придя в цифровую эру, мы получаем перед собой возможность создания изделия и проведения его к полному циклу отцептуальной разработки до финального результата в рамках цифровой виртуальной модели. Еще до производства мы можем получить его визуальные характеристики, мы можем просчитать его на прочность, на всевозможные механические компоненты. Скажем, вот Project Falcon позволяет нам, ну, скажем, промышленным дизайнерам, разработав в Элиасе какой-то проект, предположим, это автомобиль. Сейчас я кладу к чулу, зуб, просто расскажу о том, что это такое. Это на самом деле свободно распространяемый продукт, который ставится на совершенно несвободно распространяемый Элиас. Да, Элиас стоит бешеный день. Вот, ну, поэтому он совершенно свободно, бесплатный. Вы можете, этим он работает отдельно от Элиаса, просто ему нужны формат STL модели, или же, соответственно, Вайя. Это самая простая работа, самая простая программа по работе с Винтоном. То есть, если вам нужен, соответственно, витринный тоннель, аэрономическая труба, это самый простой проект. Вы просто берете модельку, вы просто помещаете туда, назначаете несколько плоскостей, чистоту, силу ветра, говорите play, и он вам рассчитывает полностью поведение модели в витровом потоке. Это очень просто, очень быстро. Я думаю, что к тому же у меня даже Project Falcon стоит на этом ноутбуке. Я думаю, что даже мы можем проверить несколько моделей после лекции, скажем, просто посмотреть, как они работают в рамках вот этой системы. Тут, скажем, можно добавлять частицы для того, чтобы смотреть на трехмерное распространение в целом, как трехмерно облетают частицы модели, не только в плоскости. Project Falcon, ему где-то года два, и я думаю, что, как обычно, то, что возникает в рамках FDESK Labs, оно вскоре растет уже в проекты, скажем, растет в Элиас, и будет там уже себя комфортно чувствовать, а может быть, даже в Вентор, кто знает. Скажем, Showcase неожиданно меня удивил, когда он рос в Вентор полностью. Ну, про это тоже поговорим чуть попозже, по интеграции в такой комплексе. Что еще за чудесные вещи? Ну, вот, скажем, да, таким образом была спроектирована последняя версия BMW. Что я согласен, кстати, в Мерседесе? Простите, это довольно забавно. А, Мерседесе, простите, да. Здесь просто посмотрите о том, что виртуальный прототип, создающийся здесь же, после этого был произведен, где-то здесь это было, вот она, в принципе, в реальности, эта машинка является уже и на люте. Когда все отработано, когда все уже создано, можно ее собрать. Пойдем дальше, посмотрим. Каким образом вообще происходит, появляется у нас возможность рассчитывать наши виртуальные образцы, виртуальные вселенные, так, чтобы результаты были идентичны тому, что происходит в реальности. Для этого существует метод конечных элементов, которые, собственно говоря, применяются повсюду и повсеместно. Раньше было очень сложно, но основанно в инфициальных управлений то, что наша модель разбивается на большое количество конечных элементов. Разбиваются они, как-то ни странно, изначально по сетке Гелане, а после этого уже оптимизируются. После этого разбиения, где изгибы резкие, там происходит точнение сетки, там, где у нас плоскость и кривизна минимально, там сетка у нас тоже имеет большое, довольно большое звенье. После этого по дифференциальному уравнению нагружается каждый узел этой сетки и в зависимости от конечных параметра расчета элемента является, скажем, вот этого элемента, конечный параметр расчета является начальным условием для расчета следующего элемента. Человеку, кстати, справиться сложно, а машина считает запросто. У нее есть параметры, у нее есть значения, она начинает считать с одной кромки, скажем, от заделки, и начинает двигаться вперед, полностью анализируя, постраивая всю модель. Безусловно, там есть условия обратной связи, но в целом это позволяет нам создавать, рассчитывать, скажем, таким образом пуля проходит сквозь материал. Потому что каждый элемент является собой просто элемент ячейки сетки. Если мы, скажем, недовольны результатом, ну вот мы сегодня видели, каким образом взрывается простейшая конструкция, из-за того, что сетка достаточно точна, мы можем сетку уточнить, но, естественно, надо понимать, что расчетные мощности должны быть очень и очень большими. То есть нам стоило сегодня, скажем, модель уточнить сетку до 1,5, даже до миллиметра, и уже ансис на обычном внуке посчитать модель нашу простейшую. Модель уже не смог, он просто завис, и, может быть, он это посчитал до через года, но нам очень долго этого ждать, и мы решили, чтобы отключать его. И попробуем мы это сделать лучше в реальности. Это как раз уже будет вопрос о том, когда стоит процепировать в цифровом виде симуляцию, и когда этого не стоит делать. Что еще позволяет вообще считать метод конечных элементов? Ну, например, здесь он применяется ревиз-тракча, но, на самом деле, это ревиз-тракча, скорее всего, он потом экспортируется в робот-тракча-анализис. Сейчас посмотрим, что, собственно, происходит. Создается моделька. А вот уже, собственно говоря, робот. Как, в принципе, все должно было происходить. Робот работает также на метод конечных элементов. Он тоже разбивает конструкцию по поверхности на конечные элементы. Дальше вы задаете нагрузки, создается сетка, и после этого по этой сетке он считает, что вы можете получать данные сечения, можете получать данные по опорам, и в целом испытывать конструкцию на прощественные характеристики. Самое хорошее, конечно, в этом то, что робот полностью интегрируется с ревизом, а ревиз-тракадом, и в целом он не образует такую счастливую, большую, тормозящую семью. А теперь, собственно говоря, поговорим о задачах цифрового прототипирования и что можно с помощью нее решать, а что вообще нельзя. Это очень классная, кстати, такая конструкция. Видите, дерево, да? Это вот такая, так что одно появилось, о чем мне очень понравилось. Ну, в общем, вот. Цифровое прототип. Что можно делать? Во-первых, это инженерия, когда мы можем анализировать сборки. Я об этом буду говорить еще, когда буду говорить в своих проектах, которые я решал с помощью цифрового прототипирования, но сборка – это классно. То есть, когда у вас есть большое количество элементов. Ну, большое – это начиная от ста. И когда эти сто элементов у вас собираются в единый механизм, часто случается, что когда вы начинаете производить, что-то не собирается. Где-то что-то выпирает, где-то что-то находит один элемент за другой. Поэтому, прототипировав изделие в сборке, мы можем посмотреть, где что пересекается. Скажем, вот недавно у нас с ударами из проекта Пшарам до Амстердама, да. И я на его примере расскажу, каким образом вообще вычисляется в сборках пересечение, как это вообще просто делается и быстро. То же самое на самом деле есть у Автодеска. Это для архитектуры есть такой софт, он называется Navisworks. Очень непонятно, зачем вообще существует до последнего времени. Потому что стоило дико дорого, по-моему, очень мало функций. Он умеет собирать внутри себя формат в разных совершенно файлы. Скажем, это из стивила земля, это конструкция из Revit, это из Max какие-то файли. Все это вместе объединяется в один формат, в один системы координат. И вы можете проверять на коллизии между собой всевозможные элементы, скажем, метоконструкции с элементами вентиляции. Можно задать, скажем, вокруг рентиляционной трубы определенный радиус, в рамках которого не должно быть никаких элементов рядом с ним. И он проверится на коллизии даже с этой зоной. То есть наверно сможешь выполнять такие функции. То есть подсчет на коллизии и как раз та же самая сборка, что есть инженерная. Движение. Это очень важный, на самом деле, раздел, когда нам нужно провести симуляцию движения каких-то механизмов. У Autodesk есть Desk Simulation. Это для механики. Он как раз позволяет считать движения. Но вот это тоже позже поговорим уже в рамках готового проекта. Ну и нагрузки. Это последнее то, что мы читали, собственно говоря, сегодня. Когда нагибаются все эти нагрузки считали. Мы с этим занимались в OneSysi, и есть стройный вентор решения. Что дальше? Концептуальный дизайн. На самом деле, ну, столкнусь с него начать, но почему-то я путь провожу таким образом. Виртуальный прототип позволяет нам очень быстро работать с секретуальным дизайном. Я потом покажу после такой вводной части как работает Showcase. Это очень классное приложение, которое позволяет нам создать файл, скажем, в инвентаре или, например, в том же самом Reelite даже в последнее время можно перекинуть его в Showcase и очень быстро визуализировать. Прямо вообще, с лету. То есть даже Макс не нужен. Все настолько элементарно, настолько быстро элемент назначается и все интерактивно. Он поддерживает интерактивную аэро-визуализацию, то есть когда используются ресурсы GPU и таким образом процессор не грузится и можно очень быстро сделать красивый расчет, показывать клиент с их сторон как классно выглядит новое здание и как выглядит здорово этот механизм, как он работает. Ну и, собственно говоря, здесь же это вариация концептуального дизайна. То есть когда у вас есть общая какая-то какой-то вариант, вы можете добавлять элементы, можете быстро их взимать, вы можете быстро пересобирать, вы можете переназначать материалы и добиваться визуального соответствия вашим ожиданиям, ожиданиям заказчика и очень быстро реализовать эти свои идеи. Следующее. Производство. На самом деле вот в рамках производства строевое протипирование было необходимо с самого начала. Ну, приведу простейший пример. Был случай на Новосибирском одном заводе, который занимается производством корпусов для наших МИГов. Нет, для СУК. Для, да, для СУК. Станки и ФУКЕ, которые там стоят, стоят в среднем где-то по 4-5 миллионов евро. И шпиндель базовый, который ездит и фрезерует, это вот такая вот ездящая штука, собственно, которая сама фрезерует под разными углами корпуса, она стоит порядка 10 миллионов рублей. Если программа, которая управляет, не была заранее прототипирована в цифровом варианте, это есть такая программа, называется Maricard, то есть она полностью симулирует поведение станка, поведение фрезы рядом с материалами, то оператор просто не увидел того, что в этой программе шпиндель берет и все размах убьет об стену. И, конечно, шпиндель ломается, и кто платить будет вообще непонятно, потому что уже оператору не заставишь платить, он все-таки оператор из Новосибирска, все простаивает, и новый шпиндель из Германии будет идти за 3 месяца. Поэтому очень важно, чтобы в производстве было прототипирование даже технологических процессов. Это как раз здесь имеется в виду подобработкой. Прототипировать технологических процессов это очень важно. Существует отдельный софт от компании MCS, он стоит вешеных денег. Это софт, скажем, Corporal Warform и еще MCS-ские софты, которые, когда нужно сделать материал, в смысле волки прогнать, какой-то профиль прокатный стан, профиль какой-то выгнать, когда нужно сделать деформацию листа. Все это считается заранее, чтобы, не дай бог, когда линия запустится, у нас все это не превратилось в то, что мы в AnSisi получили. Ну и, конечно, время, скажем, очень часто мне помогало, и я об этом расскажу попозже. Благодаря своим прототипам понять, сколько будет стоить обработка, сколько будет стоить производство, сколько денег я потрачу, потому что я знаю, сколько времени у меня уйдет на, скажем, фрезеровку, потому что у меня есть модель, у меня есть KSOF, который позволяет мне предложить базовые пути обработки, и он мне говорит, фрезерование этого элемента будет стоить мне, ну, скажем, углы там длится час, а я знаю, что это 60 евро. Вот я точно знаю стоимости. Благодаря процепированию мы можем заранее узнать стоимость изделия. Если у меня есть, скажем, термоформовка, но об этом тоже поговорим, что мне нужно усиливать какое-то количество пластика на созданную для этого форму, я знаю уже сразу, сколько пластика у меня уйдет, я знаю, сколько будет стоить мне фрезеровка элемента, я точно знаю, сколько будет стоить мне все. И в этом плане, конечно, создавать какие-то новые проекты, приводить что-то в жизнь стало намного проще, потому что можно заранее посчитать финансовые расходы на обведение какой-то новой производственной части. Я думаю, что в принципе и в архитектуре то же самое, я работал долгое время с коллегой, который занимался теклой и струкадом, и сейчас, насколько я знаю, у струкады есть струмис, это полностью система для финансовых расчетов металлоконструкции, то есть там сразу можно понять, сколько будет стоить профиль, сколько нужно нарезать, сколько будет стоить резко, и в конечном итоге получить стоимость уже полностью всей конструкции. Также еще для строительства такую сделать смету. Ну и, конечно, совместная работа, то, что вот такой прототип позволяет всем ребятам вместе работать на едином проектном. Это есть превити совместная работа, в вентрии совместная работа, тем более есть кати, и тем более есть венеграфиксы. В самом тяжелом, в самом дорогом и самом совершенном кадрыском социале на данный момент, да? Ну, теперь, ох, классно все, да. Вот, теперь поговорим более-менее о проектах, которые я как-то делал и более практическом вообще применении. прототипов, когда они пригодились, когда они были совершенно не нужны, а когда они действительно помогли и спасли время, деньги и жизнь. Первым проектом, которому мне понадобилось цифровое проакципирование, это был проект маски. Нужно было с такой страшной маски сделать модель, и это было, кажется, основной просто разрешение. Нужно было сделать, когда я еще работал в рамках рекламопроизводственной компании, когда мы сделали наружную рекламу, всевозможную формовку и занимались таким вещами. Нужно было сделать маски для какого-то театра. Тогда я вообще не знал, что такое первоносное моделирование, и я понял, что нюрксы есть в мае, и делал все в мае. Но понял, потому что это была плохая идея, и перешел в Элис. Значит, смотрите, когда мы проектируем под станки, то есть вам нужно сделать что-то, скажем, что-то, что потом будет обрабатываться на фрезерном станке, предположим. Это может быть формулятором формовки, это может быть, в принципе, любое изделие. Предположим, лепнина, часто делают из МДФ такие вещи, которые сначала фрезеруются после удалирования, то есть несколько базовых правил, которые можно следовать, чтобы все получилось. Сейчас я про них расскажу. Значит, что важно, когда делается такая модель, очень важно понимать, что фреза, которая будет обрабатывать, она у нас не все-таки имеет конечный какой-то диаметр конца, конечный. Какая бы не была крутая фреза, у нее всегда есть полочка. И эта полочка 0,1 мм, это где-то, наверное, но это редкий фрез, обычно 0,5. То есть полмиллиметра полка. Если у вас будет где-то сужение какое-то, где он будет просто ходить в ноль, то есть просто в ноль в ноль, то фреза там не пройдет, скорее всего, выдаст ошибку, и он будет долго ругаться программист кадр. То же самое нужно понимать, что когда вы создаете, вот здесь не пригодится на самом деле, честная, совершенно чертежная доска, когда вы делаете что-то под фрезеровку, вы должны понимать, что когда у вас есть какая-то полость прямоугольной формы, и пойдет у вас сверху фреза, фреза имеет круглое сечение, и поэтому в краях у вас будут закругления всегда. Почему-то дизайнеры в этом совершенно не понимают, когда дают форму на фрезеровку, они просто делают прямые углы, и как их добиться, в принципе, невозможно, но это нужно очень прогрессивные станки, у которых фреза может подойти вот так, то есть она сверху подходит и фрезерует вот так в угол. Но эти станки стоят совершенно вершинных денег, и на большинстве производства их нет, поэтому получить внутреннюю полость без круглений практически нереально, это всегда будет какая-то полка, всегда будет какой-то вот такой вот небольшой вот такой вот загиб, это будет филет. Это тоже такой косяк, который я тогда еще не знал, но пришлось его выучить и понять, что этому нужно следовать. Дальше, если вы делаете рубсы, для проектирования крайне важно, чтобы непрерывность была где-нибудь по первой парабатуре, то есть по первой производной непрерывности лучше по второй производной непрерывности, это вообще идеально. Ну а если вы делаете яхты, об этом говорить можно, там лучше по 11 производной непрерывности на корпусе. Ну вот здесь видно, что системка с выгнутыми нормальными здесь немножко, это кусок какого-то автомобиля, по-моему, когда-то на земле для моих иjamin. Здесь разные кривизны, но здесь в целом, в этом месте конечно полный косяк, потому что фреза здесь споткнется. Фреза идет, на самом деле, по производному, то есть она движется со скоростью, она берет из производной поверхности. Координаты берет, прохладывает траекторию, эти траектории это машинные кривые, по которым выгоняет, собственно говоря, саму свою головку. И здесь, наконец, споткнется, вот в этом месте и видно что будет спотыкаться, а в этом месте не будет, потому что здесь идет довольно ровно внести переход и все непрерывности по первым кроватуре не по второй мы вторым все было совершенно гладко но она была очень мелкая поэтому приходилось возвращаться сделать ее из огромного количества поверхностей вот здесь когда еще не проектировать здесь видно что все очень плохо по кроватуре все просто ужасно но основном все-таки взял потому что у прогрессивного софта типа не график с у него есть возможность вообще фрезеровать по все там то есть вопрос на этим модель которая стрелять это может быть максовская модель а он уже сам прокладывает по кривизнею все сам прокладывает должен быть очень грамотный оператор таких сейчас не очень много кампрограммистов они стоят довольно больших денег поэтому если вы хотите чтобы ваша модель вырабатывалась быстро и дешево вы делаете ее в ярусах и делать ее гладкой это тоже очень важно добивайтесь гладкости в отражении и все и тогда у вас точно ее сделать точно все будет классно чуть дальше так что еще а что еще важно собственно говоря да об этом я не сказал если вы делаете по термоформовку схема термоформовки выглядит вот так ну сейчас объясню что здесь происходит у вас есть некая матрица которая была фрезерована скажем из мдфа на трехкоординатном станке просто подходит на ногу и фрезеруют у вас какой-то какой-то профиль дальше есть вакуумные отверстия конечно мельче и очень много и пластик разогревается определенной температуры пластик разогревается сверху подается на нашу матрицу вакуумом притягивает и у нас происходит формовка после остывания вот таких вещей быть не должно потому что в этом месте пластик у нас и не повторит он просто так вот ляжет а даже если можно даже порвется такое тоже случается и все уклон даже положительными это кстати будет и относиться когда вы говорите о проектировании под литье это тоже было очень важно ведь его консультации часто приходится делать вот следующий проекте тоже пригодилась про протипирование и немало пригодилась этого проекты красных нужно было собрать такую машинку там автомобильный конструктор он стоит там из 80 частей я про него рассказывал еще когда самом начале рассказывал про себя точно занимался и на самом деле были первые прототипы созданные руками частички части детали не были созданы просто на коленке 90-е годы и мы их сканировали до этого лазерного сканера это вообще это слово о переходе из реального мира в цифровой как можно перевести объект цифровой мир мы его сканируем так мирным сканером этот сканер работает на лазерном уровне бывают которые работают на структурированном свете но модель получается на самом деле не активно вот эти вот все неровности вот эти все прогибы проемы они вообще никуда не годятся и нужно как-то обрабатывать для этого существует софт софт скажем под названием геонаджик или рэпид форм они стоят совершенно безумно денег опять в принципе на единственный кто позволяет модель которую вы создали в трубу отсканировали перевести в обратно сновид что потом можно было параметрически с ней работать и вся наша параметрическая работа с реальным объектом то нужно будет привести поверхности и эта задача совершенно тривиальная этот софт умеет делать это в автоматическом режиме но единственная проблема в том что геомейджик и рэпид форм до сих пор не умеют делать поверхности класса один поверхности класса 1 первой производной между всеми частями такого ничего не научились 1 производной еще медиа 2 для них это уже погибли и именно в этом проекте на самом деле свое процепирование помогло мне вот это на выставке же германии мы сидим там михаил мой коллега спрятался в этом мы уже делали с помощью быстрого процепирования то есть это уже с готовая сборка уже созданная собранная по частичкам я в принципе покажу вам ее сейчас на венторе для чего вообще пригодилась очень сильно строить процепирование и особенно его метровская часть проверки на собираемость понятное дело что когда скажем ее сканирование детали это там очень большой шум и непонятно как и истинный размер и какие неистинные когда мы делаем таких деталей 10 и они между собой даже собираться невольно возникает зона перекрытия насколько я знаю сканировать таким образом корпуса кораблей и вообще очень многое невольно нужно сделать какую-то сборку но сама нынешняя сборка выглядит это вот так ясно загрузится у нас а потом покажу на маленьком примере тем образом происходит скажем поиск коллизий то есть вот здесь я отвечаю однозначно что в области цифровой сборки в области цифрового протипирования сборок цифровые прототипы действительно нужны слишком дорого стоит реальное производство большого количества изделий для того что между собой их разобрать ну скажем если по эта модель когда она состоит из огромного совершенно количества частей и все дни между собой сейчас не пересекаются потому что я провел когда-то анализ сборки и анализ сборки позволил мне найти все коллизии если их удалить сейчас на полу собирается и может производить ее можно удалить на китае и после этого продавать модельный конструктор чувствуется в рекламе сделается а вот скажем сейчас задача по шарам которые у нас есть две сферы это просто две сферы которые соединяются между собой потребуют раздаточные материалы для выставки до в мастердале скажем не нужно проверить коллизии между собой вместе пересечения в этих сферах там внутри есть элементы которые сильно могут пересекаться поэтому сейчас я просто выбираю вид выбираю первые два элемента вторые элементы говорим окей все я вижу да и прогнозируем мы совершенно я знал что это будет это как раз таки есть пересечения пронжи должны будем говорить да пересечения будет но потом если даже прогнозируем модели ансиста произведения есть да и не от десимуляйшн который в принципе это альбор куплено я могу точно узнать что на самом деле пластика дожмется он сработает и шарик соберутся и все будет круто мне нужно будет мучиться и думать как же мне их собрать или пилить напильком 100 штук за неделю все классно в этом плане я тоже очень сильно помогаю продвинуться дальше поэтому по этой плане я запролнился то есть смотрите если мы работаем со сканированием то по переводе какой-то объекта сканирования не знаю вот скажите честно кто-нибудь в рамках артистурных объектов сейчас сканированного сначала с переводом на нее не встречался никогда и я делал один раз это будут реставрации там нужно было как бы это было не по точкам то есть если вы выкаточек а это было необходимо было сделать модели краса ну то есть это было представляется у кого-то достаточно много то есть если бы нормальный тошник то есть собрать себе да и потом он был отпечатан на 3d да да а встраиваться работы то есть как бы привести это время это так сказать что не было нет это не такое встречалось когда делалось для реконструкции сложные здания которые было невозможно мерить потому что там очень сложные будет исчезнет там непонятные торчащие на струкции и когда действительно там возможно там есть допускать периодических лагинок когда из обык и точек немножко улучшить поверхность и стенку да не считает то есть в принципе это случается да даже актуально здорово потому что на самом деле уже как обычно машиностроение давно уже было такое случилось целую давно работали на дверь и эти все более точной сферам в нести более широкими через обыкновения я не знаю будет всегда и проектируем для литья но если когда-нибудь будет необходимость проектировать именно для литья то проектируем для литья очень важно чтобы формы были как можно больше более простыми вот назад можно вернуться там же ят чтобы формы были как можно более простыми то есть во-первых теперь вот еще возвращаемся процессе производства то что все наши детальки которые выявляют и машинки они все проливали привык проверялись на проливаемость это очень клёвая штука на самом деле ты соберете просто место где у вас будет подвод вот здесь или ледники это штучек которым подаваться пластик и вот ваша моделька показать свою проливаться красная зона где проливаемость хуже всего там возможно раковина поднутрение но это же для специалистов которые занимаются литьем все будет понятно все сразу ясно вам к этому инженером как сектор конечно рядом но вдруг то пригодится это дело тогда вы просто нажимаете и он красная плохо все зеленое хорошо все ясно понятно пойдем дальше там он немножко прошел кейс но шоке есть я думал его запустить участие немножко боюсь потому что я знаю как шоке есть работает работает он так что он может просто все очень сильно тормозить это сейчас делаю такую вещь сейчас кстати в оси тах тэдэских свитах я же есть правый дизайн свит там как называется архитектурный свит архитектурный свит архитектурный свит да все классно вот можно привести все это тело в шоу кейс шоке сейчас он поставляется не со всеми свитами и там очень все здорово быстро показать но я просто боюсь что шоу кейс он не может да да весь инвентарно с большим количеством записи всего остального просто можно запуститься тогда лучше мы подождем на уже красиво привычная картинка одна я могу сказать ну ладно я честно думаю что может что не получится пока мы будем что-то происходит ну вот это первый так того что шоке запускается если вываливать за счет есть где-то это близко уже рядом с нами вот следующая штука которая была пока шоке и запускается совершение ожидания проект был этот проект создали яхта конечно мы совершение стильное применение но более-менее раз таки здесь корпус нужно было делать по 12 производства потому что это вода и вода и обтекаем из корпусов там очень важно гладкость ты не знаю что он сейчас делает а преобразует здорово можно даже показать шарик потому что я решил сборку машинка что не кидать потому что там просто убили на компьютер и все заново образован классно шоке ся на самом деле самая простая среда для того чтобы делать какие-то актуальные вещи под быструю покраску у него большая база материалов хорошие визуализации что он работает быстро на быстрых компьютеров и на стандартных на маленьких компьютерах и очень тяжело я отлично понимаю честно даже рейтрейсинг включится ну да вот это тратина рейтрейсинг он соответственно грузить джипиум и в реальном времени считает картинку и то же самое что скажем это веры арти только это алгоритм автодеска кто вероиск алгоритм на принципе в работа не на кого быстро даже в некоторых случаях вот этот вот встроенный движок он работает быстрее чем риски большое количество материала возможно быстрее визуализации тут можно анимировать сборки если такси турная модель можно по ней прогуляться по ступенькам и поделить и действительно он анализирует нам все эти высоты или длинных сетки для человека что можно было подняться и прогуляться не проще среди здесь нет и могу показать как это кинуть как красиво все это работает то есть еще один ответ да то что виртуальный прототип для ознакомления презентации работать классно и на самом деле что-то нужное и вообще полезная вещь с ней можно работать и работать хорошо очень шутки закроем как запустился нужно уже это убрать значит был проект такой с яхтами связаны нужно было сделать корпус яхты тут виртуальный прототип на самом деле очень сильно помог потому что все расчет на гидродинамику и все остальное проводили сильно здесь но проблема была в том прогрессе в том что все файлы у меня забрал заказчиками просто нет я вот есть фотографии того что они успели сделать ну в целом все делать здорово потому что скажем каким образом все изготавливалась на самом деле я даже рисую это все очень просто сначала изначально когда строилась примерная модель какая-то да то есть у нас был более острый киль дом некий амбот уходящий у нас туда до после этого строились просто сечения мы рассекали после этого автоказе мы просто получали базовое сечение которое здесь есть у нас более острые и так далее и все эти сечения после этого производились из пластика врезались течение из фанеры врезались на больших чпу станках делала середичная конструкция после этого как тимур говорил на пласт они используют на пласт они используют дальше просто уже стекловолокном идет покраска все по текстолитам да потом его выдрали то есть когда она засохла на пластом вытирается да и таким образом строя сейчас такие вот небольшие до 30 метров яхты они получают очень прочный очень хороший корпус а самое главное что так были чпу станки и благодаря вот этой автоматизации то есть второй прототип есть анализ гидропотоков есть модель вылезь из 12 производной мы получаем очень точно очень хорошая модель которая полностью обтекаемое можете рассчитать здесь ты будешь делать лодку я думаю у тебя получится да ладно себе дело большой но можно вносить скажем гидридинамику считать почему и на самом деле очень простая штука по целым прототипом это на самом деле неожиданно совершенно для себя подумал что очень хорошая система протипирования 3d max 3d max дизайн на самом деле потому что у него есть модули анализа света когда я работал очень только в рекламе тогда у нас как раз таки разлась идея сделать букву такого рода это конечно чапочка иллюстрация потом покажу это уже в максе там сюда он просто это буквы должны были должны были опять же для я они должны были быть полностью защищены от влаги при этом нужен был контуражур то есть когда идет свечение отсюда вот он рассеянный свет и отражена цвет прямой чтобы выделить видеть четкий контур этого этой буквы прямо-таки на корпусе и самой яхта на самом деле очень банальная внутри буквы из оргстекла фрезеруется плоскости канавка в эту канавку вкладывается диодная линейка она светит у нас торец из-за того же торец кожи по 45 градусов часть света отражается на зрителя а часть рассеянным проходит сквозь и создает контурное освещение и когда мы подбирали ярко светодиодов на очень сильно помог 3ds max потому что на самом деле в максе в менталере очень плохая система лаганализа привязана к реальным значением лампочек и вообще диодных панелей всего остального на самом деле вот когда они когда еще работал на сисок ты продавал решение 3ds max 3ds max дизайн и 7 спрашиваю чем они различаются для ничем они не различаются тем что в 3ds max дизайне если вы модуль по лайт анализу а в 3ds max есть модуль по расчете по скриптованию нормальный то можно писать ему очень хорошие дайлифки в плагины модули если вы этим не занимаетесь и занимаетесь визуализации макс дизайн ваш выбор и да я видимо еще не отучился его презентовать постоянно с гадами это вытравится по финальной информации вот смотрите вот так выглядит эта буковка и то есть здесь сверху эта панелька закрывается прорезь металлической накладкой сейчас я подниму немножко там внутри уложена светодиодная линейка она сама сделана из стеглаза и просто после этого для того чтобы подобрать параметры посвятимости все очень просто у нас есть скажем вот эта буква это обычный обычный господи текст который я просто сделал его полилинии которая имеет определенную толщину то есть это просто стала трубка и эта трубка у нас работает в качестве пускай вернется мне обратно к панель она не наложен обычный стоящийся материал стоящийся материал это металлрейский материал стандартный металлрейский материал господи текст называется glow glow shader металлрейный материал но если вы это знаете все хорошо то есть металлрей и glow простая связь и у glow есть параметр светимости это люмины на самом деле на по-моему квадратный метр кажется кажется так мне задается здесь параметры зная это я просто выбираю в вкладочку environment да я знаю вот хорошо визуализацию а дальше я просто смотрю на параметры камеры я смотрю что у меня стоит выдержка одна четвертая секунды ф8 и со 100 ну с такими параметрами если вы занимаетесь фотографии можете вы понимаете что таким параметрами можно снимать скажем днем на самом деле светимость по испанению экспозиции которая может на самом деле просто не очень стандартно если вы ставили стандартный параметр который можно подбирать когда снимают обычно улице скажем 1 80 ф на 8 и со 100 и конечно да все но это совсем темно и ничего не видно то есть при дневной съемке ничего не получится при такой при таких значениях а если скажем я поставлю сейчас значение при которых снимают обычно в темноте и со 1000 вот так это будет выглядеть ночью то есть таким образом я подобрал значение для светимости диодов я знаю по мне нужно покупать ленту я знаю как эта штука будет выглядеть у меня в реальность в счет того как я ее сделал то есть для того анализа она помогает здорово да и принципе обычно если корпус рассчитывать ну скажем это обычная вот ситуация у нас была когда реклама занимались того коробка самое дешевое решение рекламное ну вот у макса есть такая штука как лайтметр этого здесь целая такая штука и слайд анализе сам лайтметр находится кто не знает я сам не знаю на самом деле прим прячется от меня кажется находится дамис лайтметр это просто соответственно лайтметр это плоскость на которой отображаются значение осветительности в данном месте еще до проведения визуализации все сложная сцена очень много источников освещения вас какое-то здание вам нужно понять как у вас вещами какие-то кусочки вы просто оставить и лайтметр и смотрите по количеству элемент каждой точки какая у вас светимость в эту область и в эту область и в этой области где у вас есть света нет и таким образом получаете полно картину свеченности самое важное что из ревит и макс лампочки перенимает лампочки приходят и лампочки себе назначены правильно то с теми значениями параметрами светимости которые у них есть реальности и поэтому скажем максе провести цветовой анализ помещения про проектировали в принципе можно и это варианте задач которые решаются вот это что касается максом выставая нас сейчас я отдалюсь и уже можно будет говорить более обо всем как-то общее смотреть карте 3 здорово конечно этой штуки что можно вынесю картину целиком все о чем прошли и все что мы посмотрели с самого начала и построить свою текущую голове там полностью вопросом основной был у нас такой да может ли заменить свой прототип цифровая модель вообще реальный мир так мы как мы уже знаем скажем с того же самого ансиса и в целом в ряде задач да то есть у тебя задач скажем задачи производства задачи проектирования машиностроительного задачи анализа составив потоков задачи расчета стоимости изделия которых это действительно необходимо и позволяет нам много ускориться в задачах же скажем те же самых расчетов на микро уровня которые касаются уже фактов мы скажем чего не учитывает тот же сам ансис чего не учитывать расчетные комплексы они не рассчитывают не учитывают такой вещи как например третийский кредит и сельсинберг но есть такое понятие принципе 10 герда которое говорит о том что если мы знаем энерги электрон а мы не знаем где он находится если вы знаем где находится на и знаем его энергии это классная штука она была выведена еще начале сотового века когда поразил весь научный мир на самом деле кажется что это минимум которое на совершенно влияет но если вы знаете когда мы у нас у нас балански заставляли делать это проводить вообще опыт когда была мишей мы не пущий был грузик который мы взвешивали возвешивайте тоже грузит 300 раз совершенно бесполезный опыт мы взвешивали 300 раз на очень точных лесах и получали разные значения с пленым разбросов потом укладывали в столбики получали гауссиан но при стандартное распределение нормально не только буквально верно несколько лет назад я узнал почему же ты гауссиан появляется из афринской определенности гейзенберга когда у нас на атомы не определено на томарном уровне складывается получать очень большие разбросы происходит синергия когда у нас с точки дефоркации система срывается и уходит случайность эти случайности системы анализа не учитывают они все имеют дело с наиболее вероятными сценариями развития событий конечно сложно предполагать то что если настроен дом то из него получится космолет но такое реально на бесконечное время пространство это в принципе возможно но я щетрирую но в принципе книги случайно процессы этим не учитываются и понятно что в этих случаях лучше менять специализированной системы расчета скажем буквально недавно в этом году была построена первая мире модель клетки какого-то одноклеченого существа эта клетка состояли 160 миллионов элементов и она обсчитывается на суперкомпьютерах то есть все что мы имеем сейчас мы имеем сделать упрощенными моделями эти упрощенные модели дают нам средние результаты если мы готовы с ними работать с массовым производством кем с массовой объектами туда свои прототипы это наш выход если это производство если это проектирование если что-то так вообще дает нам помогает и позволяет нам начать некоторые вопросы только задавая их себе и реализуя руками но безусловно я еще не слышал ни про одно открытие которое было сделано с помощью систем моделирования хотя было бы здорово если можно было бы что-то симулировать того что еще не существует раз открытие сделал но это на вопросы будущего сейчас такого не происходит это на самом деле но еще один есть принцип тоже открытый начальник этого века это принцип неполноты который говорит о том что система она не содержит ответ на самого себя внутри себя и поэтому если система с известными уравнениями наоборот появится это что я хотел рассказать о церкви прототипа а теперь пожалуйста вопросы и что у себя так микрофон я устал убирать и тяжелым а класть его очень громко да что за 1 2 11 порядок кривизны что ли что-то там призвод на кривизны вот чуть-чуть такое сейчас открою или закажу в принципе чушь там ну любая кривая есть уравнение и это уравнение можно взять производную скажем мы знаем из курса математики то что первая производная говорит у нас о кривизне да если вас первая производная равняется 0 в какой-то точке значит в этой точке что если у нас скажем до 12-го порядка кривизны у нас например газа производную у нас на не равняется нулю только 12 равняется нулю скажем или отельсит равняется нулю значит у нас не будет излома на очень большом протяженности это кривой это будет очень гладкая кривая чем выше понять пара кривизны порядка кривизны g1 g2 g3 g4 g5 g7 тем более была кривая получается у меня какой-то вообще здесь ужас видимо что-то на кого-то напала и элис а вот он спрятался за менюшками вот эти ели это программа которых одесса предложил минимум всего поставки и купил вот скажем если сейчас я возьму ну да ну ладно я покажу просто бумажки на самом деле это кстати по-моему была основная претензия крайна стране сервисы то что раз поддерживает до седьмого по-моему до седьмого порядка кривизны по-моему кривые а или до 11 они играются на бесконечности ну поэтому играешь крутой вот скажем у нас есть некая кривая она у нас сейчас является собой некие контрольные точки некие edit point и и синишки контрольная вершина все один вот это третий порядок потому что у нас за один из двух отвечает одна вершина если вас будет 2 4 порядок вас уже будет их 2 если это будет 5 порядок у нас этих тут и будет больше обводящих то есть сам добиваюсь больше кривизны если на скажем есть корпус корабля вот эту до нижней киев который уходится то то эта кривая вот эта кривая она уже не может стать просто из трех управляющих вершин она должна 11 порядка здесь должно быть 11 связанных между собой управляющих каждый из них . если мы поднимаем одну точку двигаются все остальные 11 если мы понимаем вот тут утрет у трех координат на кривую одну точку двигать только 3 когда вокруг нее то есть чем выше порядок тем больше у нас включено в движение тем более на гладком нас получается да ну то что гидродинамические потоки по одиннадцатому порядку и будут правильно а по третьим получает завихрение эффективное использование оболочки да когда смотрим то же самое да 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 кто-то возникает зверхленирует булентности да правильно это просто это требование к потокам стекаем чем больше кривизна тем лучше потекая потоки тем меньше зверью возникает всему максимум порядок максимум то есть больше 7 точек связанных между собой на сплайм то есть ночь ни одна нужна смея да и Если дизайн чисто для внешнего, то расструктуру. А если там занятого, там чуть-чуть яркий кайон в воздухе, заходят. Я скажу пример из Рейна. Я помню наш преподаватель Рейна, тоже инженер. Он нам рассказывал примеры, как многие занимались не раньше конспективами, но, допустим, в рекламе работали. Вот пример из визуализации для рекламы. Модель бутылки, которая будет стоять 10 на 10 метров, 5 на 10. Ну, то есть, банда. То есть, рендан будет вмещен на манере. И просто при, допустим, переходе от круглой части к прямой, если ты там поставишь, допустим, первый порядок, то есть по тангенсу сопряжения, у тебя будет излом лика, который как бы в жизни такого не может быть. Это сразу такое существование происходит вообще. То есть, соответственно, там сопрягать их надо по второму порядку. Ну, а просто третий порядок он уже будет грузить, ну, тот же Рейна, к примеру, если так говорить. Ну, то есть, кроме, если нужд других нету. Поэтому, спасибо. Ну, а теперь, скажите, вы мне честно, как бы актитурия, где Лазбимов сейчас обстоит? Да, да. А где общий? Давай, да. Он говорит более общий, не локальный. Скажи, ты в социально-локальной области как считаешь, что до какой степени нужно углубляться архитекторам, промо-дизайнерам вот в инженерии, изучение специфических программ? Вам углубляться не нужно. Нужно инженерам создавать программы, которые удобны в использовании для дизайнеров и архитекторов. Ну, на данный момент, в реальность... На данный момент? Ну, достаточно поверхностных знаний, там, каких-то программ, чтобы, как бы, что-то прочитать? Или все-таки нужно глубоко изучать все эти программы? Я и сам часто использую их в качестве просто оправной точки. То есть, всегда есть специалисты, к которым нужно обратиться, когда ты видишь, что что-то плохое происходит. Скажем, та же самая проливая вас, да. Я всегда не знаю, но поэтому есть спрашивания. Тема полезная. Степень погружения, да, то есть, ну, здесь многие сидят, правильные данные технические, да. И для другого, естественно, нужно будет погружаться, чтобы, допустим, уже после какой-то точки обратиться специалистом более простым профилем. Ну, чем больше специалист, тем более широкий специалист. Чем меньше специалист, тем более низкий специалист. Тут даже. Ну, главное, чтобы это не мешало уже дизайнерскому процессу. Если начинают решать, если начинаешь уходить в технологию, то это, конечно, уже не дела. Но вот если ты каждое то, что делаешь, конечный отразец, все-таки проверишь, скажем, на проливаемости или, там, на возможность их обработки, просто чисто визуально хотят, просто понимая, как процесс эти происходят. Очень часто же проблем бывают, скажем, в промдизайнерах, когда мы общались еще с заказчиками в рамках производства каких-то. Приходит человек и говорит, сделать что-то, что сделать дико дорого, но стоит, извините, одну маленькую деталюшку, это стоит дешевле в десять раз, намного меньше головной боли у конструкторов, у программистов, станков и так далее. То есть нужно просто понимать технологии. Понимать хотя бы технологии изготовления. Для архитекторов тоже самое важное понимать, как все будет строиться. Хотя бы понимать. Ну, провести базовый анализ, скажем, в роботе, почему нет? Нагрузки посчитать. Ну, а кого еще есть? Скат, он в России сертифицирован. Робот у него сейчас в этой версии принес, по-моему, расчет по ГОСТам, но он до сих пор еще не сертифицирован в России, его расчет нельзя использовать как прикладной. То есть никак вообще. Мне кажется, непонятно, с какой задачей архитектор приборов. Потому что карты очень много, да, и задачи решают разные. Но наша задача сейчас стоит в том, чтобы без ничего что-то сделать. Потому что все эти цифровые модели, цифровая следа, ты должен с какой-то информацией прийти. То есть ты не можешь... Да, я должен ее заполнить. ...всего, да. Она тебе ничего не поможет. Ну, еще, конечно... Мы работаем вот на этом этапе, когда еще ничего нету, и уже в какой-то момент она есть, чего-то происходит, и, кстати, мы уже идем решающие ответные задачи. Ну, и в разных кадрах. Поэтому, собственно, недавно. Ну, проблема, на самом деле, всех нормальных кадров в том, что они не дают российскую рабочку. И всю рабочку приходят сделать вручную в автокаде после этого. Ну, это такое... Мне кажется, это проблема не то, чтобы скорую делать, но это не самая главная проблема. То есть, если играть сейчас вот в Судьянику, и там активные взаимодисты с иностранными делами, которые сейчас происходят, там уже влияние ГОСТов, оно как бы выходит на второй план. То есть, опять, переходный момент сейчас сложно загадывать, что так произойдется. Может, мы будем адаптировать какой-то европейский... Я понял, да. Ну, а сейчас это проблема, в чем, скажем, в работе с Ревитом. Ну, честно. В России, это значит, работа с Ревитом. В чем проблема здесь? Блин. А, ну, можно я... Да, держи. Работа с Ревитом, там, что Ревит хорошая программа и все дела. Вот. Возникает вот к вопросу, вот когда говорят, в чем рассчитывать, да, какая архитектура программа лучше всего нужна для работы, да, там, для анализа. Ну, на мой взгляд, сейчас самая лучшая программа – это учебник, и там какие-то эти лекции, семинары, конференции, потому что, вот примеры из BIM, да, как бы из BIM-пакетов, которые, как бы, имеют такое широкое применение. Но они, как бы парадоксальным образом не работают, допустим, с деревянными конструкциями. Ну, то есть, они работают, но весь их инструментарий заточен под железобетонные элементалы конструкции. То есть, это такая модернистская, чистая технология. Ну, проще считать, есть такие этажерки. Да, Digital Project тоже хорошо, там, на основе будущего, на основе накати, и у него там все прекрасно. Но, опять же, это немножко не про то. Конечно, можно дописывать какие-то там плагины и модули, что и делалось, да, но, там, для, допустим, того же архитекта или Ревита, чтобы работать просто с коттеджами деревянными конструкциями, там, с этими пазами, соединениями, но потом ты приходишь к выводу, что… Вот я вот недавно, когда проходил конкурс на «Активный дом», я вот общался с человеком, чья фирма строила этот дом, там, деревянные конструкции деревянные. У них своя программа для ЧПУ, которая связана с ЧПУ непосредственно. Там проектируются все узлы, рассчитываются, ну, я не знаю, как точно, но, в общем, у них своя среда. Перегнать, то есть, пытаться прикрутить, допустим, ревит тот же самый к ЧПУ, я пока что, ну, я там чувствую технологические какие-то проблемы. То есть, получается, что очень важно понимать изначально вот эту вот логику того, что ты делаешь, потому что очень часто, ну, такой продвинутый, как, допустим, ревит или архитект, или лидического проекта, они могут не учитывать этой логики, то есть реальной логики. Они считают иллюзию того, что можно все… Да, и, допустим, вот про производство, да, про строительную модель, так скажем, которая существует сейчас, вот это активно развивается направление, когда, ну, то есть не архитектор делает, не только архитектор делает, да, свою модель структурную, но строителю нужно считать там опалубку, симулировать это, а они расходятся, они топологически другие, разные, там, начало колонн в разных местах, потому что там, не знаю, 50 сантиметров от полка колонн начинается, у архитектора она там на уровне начинается, с нуля. Вот, и строитель должен ее переделывать, по сути дела. Понимаете, что все сейчас как-то улучшается, оптимизируется, но, на мой взгляд, это основная проблема использования софта любого, там, в том числе и BIM-а, BIM-пакет, в том числе и пакет по анализу, это просто, вот для нас, архитекторов, я вижу, это не знание предмета. То есть мы изучаем климатологию после того, как мы обучились в институте по экотекту, потому что та климатология, она как была внезапно ногой для нас. Вот, и, ну, мне кажется, вот в этом, к слову, потому что ты говоришь об упрощенности цифровых прототипов, в этом-то и кроется, как бы, опасность, что, воспринимая знания через цифровые пакеты, а лендеры очень активно в этом направлении работают, ну, в информационном плане, ну, своеобразная информационная война все равно идет. или, там, раздел территории, то мозги немножко едут, если у тебя нету изначальных знаний. И нету практических изменений. Ну, и, да, это действительно. Не могу сказать. Он начинает что-то позвонить, и я понимаю, что все пропустили в этом направлении. Рома, ну, такой вопрос. А как тут про букву, которую я сделал? Да. Да. Ой, да, все, вопрос снят. Вот, ты заложил туда какой-то там материальчик, да, внутрь светящийся. А как ты интерпретировал вот это значение, вот этого угла материала, светодиода в настоящее? Ну, смотри, там уже создается значение, соответствующее настройки материала, скажем, вот если посмотреть сейчас, вот есть такой материал, а у меня Макс, а он живет. Вот. Что, конечно, удивительно. Тут есть Addesk Materials, они, конечно, работают только с Mental Ray, а не с NeRay. Ну, в принципе, ничего страшного. Здесь уже есть материалы очень хорошие, стандартные, скажем, это LED-материалы. Вот, например, такой LED-материал. Он классный тем, что здесь я могу, это вообще здорово, в Lumination задать ему светимость не только по люменам, но я могу задать ему светимость еще и по уже готовым настройкам. Будет у меня это LED-панель, LED-скрин, или это будет экран сотового телефона. То есть уже из готового набора, который стандартные какие-то значения, я могу подобрать и посмотреть, как у меня будет, скажем, все засветиться, что-то будет работать в рамках какой-то модели. Ну, скажем, вот, я не знаю, есть ли у меня здесь эта моделька в Максе. Ну, она у меня была. А, нет, здесь ее нет, она на рабочем компьютере в ДО. Сейчас мы, скажем, в ДО делаем чек-ин-зону. Это будет такая похожая на улей или жилищий Spider-Mana штука, свечащая на стене с экраном, где люди будут подходить, подносить свой телефон и перфитметки чек-иняться в разных компаниях, которые имеют ДО. И, соответственно, как подобрать значения диодов такие, чтобы у меня была хала, видна при дневном свете в нужном помещении. Ну, я взял, соответственно, модельку этого помещения у Максима, он мне дал ее, таился на стенку этот объект, поставил реальное солнце, которое есть в это время дня, там, и так далее, это нападает через окошко, и начал подбирать значения линия. И посмотрел, столько кисть и лампочки мне необходимы для того, чтобы построить, поставить их туда, и днем светимость была бы видна. То есть, это вот, аж контуражур по краям этого чек-ин-зона, она была бы видима. То есть, в этом плане помогает. Ну, я просто скажу, что в среднем есть стильное освещение, но оно не настолько физически правильное. Нет, конечно, упрощенные модели. Есть рендеры физически правильные. Это... Максвелл, да, да. И Октан, Максвелл и еще один из них. Они физически правильные. То есть, там действительно, из источника света излучаются потоны, которые отражаются, но они очень медленные. То есть, там одна сцена считается сутки. Результат классный. То есть, там озернице с пленки отрабатывается, там все очень красиво, все очень здорово. Сами материалы настраиваются как реальные объекты. То есть, это как вот мы заносили вансис материалы с плотностью, со всеми базовыми характеристиками, также они доносятся в Максвелл рендер. И таким образом они уже начинают работать все у нас как реальные. В них тоже можно считать. И к Максвеллу это что-то прикручивается. То есть, может быть, к Максвеллу рендер, к Максвеллу и в нем считать. Но будет тогда все прям вот один в один, как должно быть. Ну, от всего и ко всему. Даже картикаду, к ревиту, и с кетчабу. К с кетчабу. Ко всему. Да, да, да. Абсолютно круто. Даже больше, чем у дерея, я могу охватывать. Да. Правильно. Ну, я вот это добавить про освещенность. Для меня сейчас об этом вопрос. Там не поднимаются с этим интересом. И вот с инструментальными тоже. Что существует... Ну, с чем работает АКТ, по сути дела? И вот всякие инструментальные. Они работают, я не знаю, как правильно назвать, но всякими диаграммами распределения чего-либо. И, соответственно, элементы отображают некие значения. Вот очень мне показалось таким ядовым путем, что если ты знаешь, если ты ходишь по улице, да, и анализируешь, ну, к примеру, это, что это как пипецометр, анализируешь разные какие-то состояния, и ты знаешь эти значения, да, и то, чем занимаются госты, ну, то есть какие-то простые среди-то нормативы. А нормативы — это весь наш опор. Вот это значение — это и есть опорная точка рейтерна для каких-то там изображений, для решений. Когда это начинает очень хорошо работать, и иногда даже тебе, понимая, что, допустим, у тебя рейтернат очень корректно физически, да, на общее ощущение, как это дает, но ты можешь вот сказать, что здесь будет сколько-то этих люменов, точнее, люксов, вот этой точке, такой-то освещенности, все прекрасно, а вот здесь будет возникать, там, не знаю, светильность от солнца, и ты будешь ее там запекать с помощью солнцезащиты. То есть, опять же, на мой взгляд, очень важно вот сейчас как-то активизировать вот эти знания именно реальные о том, чтобы докладно продуться эти вещи. Я с тобой согласен. Да, уже амбамбурки запрещали первое договоры пользу автокадом. Мы чертили вручную 20 листов по 1, чтобы мы почувствовали линии толщины, чтобы мы наработали реальный опыт, а потом уже давали возможность пользоваться автокадом. Это нормальная практика, когда сначала надо пробовать. Так, Эдуард мне говорил, что пока не опробуешь дерево, ты не сможешь с ним работать. Сначала нужно поработать с материалом, а потом уже начинать его проектировать. Я, кстати, как раз вам надо рассказать такое общее замечание, то есть, ну, что какой-то большой вопрос, это будет, что надо все попробовать. Сейчас вот это все, все больше и больше. Вот, и начинается с освещения, с дерева, материалы, все разное, все непонятное, все непонятное сочетание, ты никогда не знаешь. То есть, в основном, если инженеры, зарабатывают каждый день все залеты, все, там, за 20 лет, и, собственно, у него здесь залеты, плюс-минус, все налетели, там, очень эволюционируют, и, возможно, прямо вот, ну, конечно, если в силе могу ошибиться. Но, мне кажется, на таком иначе, примерно, когда за заплату все равно область одной иной знаний и технологий, которых можно развивать как-то. А у нас сейчас, каждый раз, возникает абсолютно пик новых, новых решений, которые вообще, то есть, вообще никогда не стал. Ну, например, с теми же, например, элементалом. Слышавшись с гигналом, начинаешь думать, как, вот, ты мог бы их применять, но ты вообще не понимаешь, как они рераривают. И, например, на вакшопе. Здесь, ну, вчера, когда группа думала, что она сейчас все работает, а они не работают. То есть, в том виде, в котором показалось, ну, на логике, дошли до схемы, в которой сочетание полосы гигналов должно работать, оно не отрабатывает, оказывается. И, это такой, плюс один, то есть, плюс один, отлично. Вот там, но, правда, в том, как раз выбирается, этот ворох на знания, еще довольно-таки большой получается, не вмещаемый в голову одного, ну, не аж точно не будет вместиться. Не, ну, стабильность же в машиностроительном каде, она тоже наступила не сразу. То есть, сначала тоже, когда были, сейчас уже просто, есть апологеты, которые, скажем, учат в университете, в Катию, и они потом будут всю жизнь в Катию сидеть, и в Катию проектировать. Есть, в Катию, не график. То есть, есть какие-то основные направления, базовые, нового софта, тяжелого, не появляется. нет, я сейчас не про софте, а скорее, про знания. про знания. Получается, что каждый раз, вчера уже говорили, что появляется куча программ, постоянно там, каждый день, какой-нибудь программ выходит, по планету, выходит для какой-нибудь программы, и все время это полезно, а в то же время, это опять же все за тем, что, у нас, собственно, не дробится, собственно, сам мир, как раз, все больше, больше, больше. Я правильно говорил, что общее количество наших знаний активизирует все-таки количество связей между нами. Ну да. Скажи, что ты изучаешь, что-то свое. Скажи, я не знаю, про скутера. Я все-таки изучал, я не знаю, рай. Я просто не посмотрел. Я знаю вас, которые знают, рай. И нам не подскажут. А то я знаю немножко ансисы, я могу вам показать ансисы. И как раз такими связями, как тем же самым воркшопом и всем остальным, мы можем усваивать информацию в общем. Нейрон. Связь. Добрый вечер. Скажи, пожалуйста, такой вопрос. Ты говоришь, что в нашем строении сейчас уже складываются какие-то направления, связанные именно со средой, которые работают люди. А как, по-моему, эта среда имеет свой след на конечном материальном продукте? Можно сказать, что вот это автомобиль скотиньский, скотиньский, а это вот нейнеграфик сиял. Мне кажется, такая проблема назревает, потому что, честно говоря, нет. Они просто даже не включаются по возможностям. Они просто привычки. На самом деле, они делают одинаковые вещи, абсолютно одинаковые вещи. И они стремятся к тому, чтобы делать одинаковые вещи, одинаково хорошие, прекрасные, замечательные вещи. Скажем, ну да, у Катии есть достаточно совершенный алгоритм по работе с серверхностями. Там есть ISM. Это, пожалуй, одна из самых сложных средств для работы с серверхностями, которая когда-либо существовала в ISM сервер. Она работала Volkswagen, потом уже куплена Desound Systems и внедрена в Катию полностью. Это сверхсложный модуль, но позволяет получать совершенно всякие результаты. В Unigrafix есть очень простая одна функция, которая может освоить даже ребенок. У вас есть просто четыре произвольные кривы любого порядка, которые образуют между собой сетку, то есть просто звено сетки. Вы говорите, поверхность, и он ее строит. Он не пересекает, он делает ее ровной, он делает ее гладкой, он строит поверхность, он делает все необходимой, делает ее даже равномерной. Unigrafix это умеет, но поэтому он и стоит на 2 рублей. Потому что алгоритмы в тематике, заложенные там, позволяют делать такие штуки. И в этом плане и Катия, и Unigrafix, они делают... Ну, единственное, что да, если ты видишь Boeing, то это Катия. Если ты видишь Aeromus, то это Unigrafix. Ну, они просто так уже разделились. А ощущения непонятные, да? Да. Я не знаю, это какой-то вопрос на лице. Когда мы по камеру... Или 10-15 назад. Там здание в Китайке. Я видел... Я видел... Я видел... ...выстроенные ограждения в здании. Экраны типовые, архиазовские. Вот это выглядит... Ну, Не буду называть имен, но... ... определенные, как вы сказали, вот несколько зданий в Москве, такие неоклассические, там я вижу кархиазовские профайлы. И, кстати, что Сережа не угадал, мы как бы считываем, вот это вот, это сделала программа, и она сделала туповато, человек это не будет контролировать. То же самое, я вот вчера пытался, в Адрес Нью-Йорксе высказать, насчет вот этих, скажем, последних элементов, там, сетки. Хотя эта структура совершенно нелогична. То есть, как бы, люди изображают какую-то там, дескать, красивую, активизированную природоподобную структуру, хотя на самом себе природа имеет, ну, как бы, в природе мало, но они как бы имеют отношения. То есть, может быть, надо было двигаться, там, с помощью, метода, там, конечных элементов, потому что мы, по приближениям, там, генеративным способом на что-то делаем. Вот. И, может быть, у нас это более, для нас это актуальная тема, потому что, из того, что люди действительно работают с разными вещами, то инструмент, еще, на сыром, как бы, знании, оно оставляет след более явным, потому что она выверена, понимаете, десятилетиями образе ДНД, например. Ну, это правда, потому что, мы же не видели тех же самых самолетов, у нас пределы прочности один в один. То есть, там, 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 можно пересложить прочности, чем оно должно стоить, где-то 15-20 раз, там, там, все зависит, да. Ну, а в самолете нельзя, а в самолетах, которые истребители... Да, истребители 0.8, то есть, они летают до потенок прочности, то есть, они реально, это специально разваливающаяся штука в небе, но просто иначе, она не будет летать так быстро. Вот и все. Поэтому, нам там необходимо играть каждая игра. Хотя, история одна есть, у нас есть коллега, один офисофтин мой, который работал раньше, в Новосибирске, рассказал сейчас классную историю про сушки, которые там делались. Опытные образцы, скажем, суберкут, это с обратной геометрией крыла, такой, если у нас образчик сверхзаковой, он является опытным образцом, поэтому разрабатывать для него программу по чипу, по регламенту нельзя. Поэтому, все детали для него изготавливают, например, глядя в оси, с ручным приводом. То есть, подача, 2-2 миллиметра в секунду подачи по этой оси, по этой оси, фрезеруем. И все это, прочее, собирается. Поэтому вверх получается плюс-минус 5 тонн. То есть, там партии в 5 штук, разбросить 10 тонн, они находятся где-то. Потому что там не сняли, тут не сняли, тут пересняли, и получаются такие классные результаты. Надежная машина. Экспериментальный образец, слышали? Да, это видео, типа, такой. Видите, у нас забросы такие, какие-то тонны, или мегатонны. Да, да. Можешь немножко про родную математику рассказать? Да, на самом деле, я могу совершенно рассказать. о том, что, скажем, те же самые металлы, как я уже показывал, можно считать в МЭПЛе. Ну, только простые, конечно. Чуть сложнее модели, тут уже не понадобится другой мат-аппарат, который, скорее всего, придется вывести. МЭПЛ – это простейшая программа, которая позволяет решать как математика, как вольфрам альфа. Они все позволяют мне, чтобы я буду ту же задачу, символьное вычисление. То есть, если я ему, они у меня сейчас интеграмм, они умеют считать все остальное, они считают это аналитически, без приближения к числам, что в чем большая прелесть. Вся бама там упрошена, собственно говоря. Ну вот, и это простая, я уже показывал эту модель, она реально очень простая, тут значение всего четыре штуки, пять. Вот. И, в принципе, если, то, что мы считаем в Ансисе, все искажения, они идут, эта вот формула, которая, считай, была приведена, могла бы быть приведена. То есть, конечно, разработали раньше, разработали с помощью средств сопромата. То есть, начально просто поняли типовое расширение, это момент типового расширения, противоположный момент силы тяжести, все это вместе учитывается, получает результат. То есть, эта формула выглядела еще до этого. Но когда у нас сложные элементы, то на каждой линии накладываются по такой формуле, маленький элемент, который является плоскостью приближений, они, углами у нас, начинают строиться, красных конечных элементов. На каждой линии такой формуле, человек не посчитает, мы считаем долгую машину, мы посчитаем мгновенно. Ну, там, за 15 минут. То есть, математика, безусловно, она закладывает во все модели. Есть такая классная штука, у меня на рабочках внутри стоит, здесь нету, комсоль-уртифизика. Ну, вот есть такие софты для расчета, именно вот аналитики, это ANSIS, это ABAPUS, ABAPUS, от CATI, это ADESAL SYSTEMS, это FEMAP, это комсоль. Комсоль, это очень научная среда. Там для того, чтобы провести вычисление, нужно дифференциальное уравнение процесса. То есть, его там будешь вручную. Но потом, всегда закрасивая, это все действительно так, но пока ты математика не знаешь, ты и сваляться не проведешь. То есть, в этом плане, а вот этот софт, он адаптивный. То есть, там можно просто нагрузочки, туда-сюда, туда-сюда, математики знать не надо. Ну а если это все модели цифровой среде, то есть, все рассчитывается через цифры, почему там существует, ну часто, существует большое количество форматов, и многие форматы не дружат друг к другу. Почему такое разделение? А ты не видел, что есть на картинке в интернете, она часто это публикуется, когда ставят на человека, частью мира с собой говорит, ты представляешь, существует 16 форматов картины, они с собой не стыкуются. Друг говорит, какой ужас, давай с этим единый формат. Следующий, есть 17 вариантов форматов. То есть, на самом деле, просто, каждая система хочет быть апроприарна, безусловно, она хочет, чтобы пользовались только их софтов. И естественно, что открывались их файлы только, соответственно, по-моему, хуже всего, что с интеграфом. У них, по-моему, свой формат не открывает вообще никто. То есть, ну просто, вы пользуетесь интеграфом, вот и покупаете на 100 за миллионы, но вы же пользуетесь интеграфом. То есть, на самом деле, все форматы, они все возникают именно с силы того, что каждый софт использует что-то свое. Хотя, в целом, они все между собой перекидывают. Скажем, вот, ANSYS, EMAP, и все остальные, между собой, есть конверторы, которые позволяют симуляцию данных программ перенести в другую, просто переконвертировать, пересчитать. Существуют софты, они там, не шла, они все позволяют так вот раз-раз-раз просто перенести. Самый сложный, это самый сложный переход, это между мешем и поверхностью. Вот, сложнее этого перехода в моделях не бывает. Это либо, соответственно, вручную обводить, ну что, конечно, ужас, но это реально, да, там, вручную привязываешься к точкам сетки и строишь. Либо это геомеджик, либо это rapid form. То есть, вот, вот переход поверхности в меж, точнее, поверхность сам сложный. Все остальное просто. Ну, я еще хотел заправить, если мы ее сейчас с точки зрения, но, да, то есть, главная причина это, то, это софта, то, что, ну, и ядро, то есть, основное, как бы, сердце, это и геометрическая дробь. Геометрическая дробь, вы представляете себе математический алгоритм на соединение, там, поиск и пересечение одной поверхности с другой. То есть, вот, все, что там делает Райна, да, так вот, помните, он, когда берете локс, он не может сделать и рамотно, на самом деле, вот, соединить три ребра с филичем, ну, то есть, скрубленным, и вот это построить, вот это вот, где они все три сошлись, то возникает вот этот траучек, ну, не сфера, но как бы, да, не может он, потому что у него ядро, как бы, слабое, то есть, там это не прописано. Вот написать ядро, это стоят вот эти ероны. То есть, есть компания, которая занимается сугубо, называемый Солдером, где это я думаю, называется, решательным, какими-то такими частичками этого ядра, которые это решать на математическом алгоритме. И вот сейчас у нас там, запустили очередной проект, который уже, в сфере, от висит топливный, создание отечественного ядра. Но такого, ну, типа, работы. Хотя он у нас уже есть, то есть, Астон, такой, фуллскульный, лендер, с 89-го года работает, в котором есть вот этот, но вот именно российского такого, вообще, его нет. На носок тебя спасет. А? На носок тебя спасет. На носок тебя спасет. Ну, на носок, да, он на носок. Здесь это, я не буду судить об этом, но я знаю, что эта вот тема, она как бы не на поверхности, и не против. Потому что это очень, вот, наукаемские работы. Да, безусловно. Совершенно. Это не само. То есть, это не вот просто написать какую-то, это вот именно... Решатель, да? Решатель. Решатель, биатрический решатель, да. Все верно. У инеграфика свой, у Катей свой, у инвентера свой. Ну, инвентер, кстати, молодцы, автодеск подтягивает это, ядро Эллиса. У Эллиса было самое совершенное ядро по поверхностям, начиная еще с компьютеров с силикон графикс, когда он шел только на силиконов, на огромных рабочей станции, он не шел на больше ни о чем другом. У него было действительно самое совершенное ядро, но потом автодескоп вкупает, естественно, продукт забивает, но разработки начали надерять постепенно инвентер. И ядро инвентера начинает уметь делать то, чем раньше не умело. То есть, раньше оно уваливалось, а потом, не уваливается, прикольно. еще вот, например, то есть, байка такая, не байка, но реальная история, когда, не помню, кто переорудился, нет, логик, наверное, с Катейей было связано, существовала 4-я версия, потом возникла 5-я версия. В них были два разных федера, то есть, вот сначала, там было 4-я и 5-я, потому что 6-я уже сейчас, а там было 4-я и 5-я. И, значит, компания, которая там, с миллионами бюджетами и производственным заточением, с технологичным, оказывается, перед фактом, что ее наработанные наработки, там все, не знаю, все эти проектные модели, все эти услуги, все, что там переиспользуется в сотни раз, оно не открывается в этой новой программе, хотя это один и тот же гендер. Ну или там это происходит, могут быть это микро ошибки какие-то, которые там приводят к катастрофе. И они там срывают контракты, скандалы, и все это там было, не знаю, сколько назад, но сколько времени. Внутри одного гендера. Не очень коротких, но обидно. у меня следующий вопрос. Если в этих островых средах процесс работы с моделью отличается как ядром, какова связь этих ядер, то есть сердцевинные среды, с реальной жизнью? То есть пытаясь выйти на, где они пересекаются? Нет, но если мы имеем в виду модель, работу с геометрией, то там все просто. Решатель должен позволять делать филит там, где другой решатель не сможет сделать. То есть, ты должен сделать скругление, в реальной жизни это просто, ты берешь на филит, и делаешь скругление. В виртуальной среде это не всегда возможно, потому что бывают некоторые переходы, где этот филит сделать невозможно. Ну, скажем, мы вернем сейчас к этой штучке, и я покажу ее. Парам-парам-парам. Надо бы ее найти. Сейчас. Обратно-обратно. Откатись. Так. Наверное, она будет у нас под углом, но нам, в принципе, это не так важно. А вот есть и навороты еще. Я для нее. Где я? Вот. Я тут. Значит, вот он. Вот он. Делал такую врезочку в CAD непрофессиональном. То есть, это не района, не алиас, не графикс, а это средний, не тяжелый CAD. Это Solidworks или не Inventor. Или это, ну, еще их множество, на самом деле, можно их называть. Вот такую вот врезку, точную врезку, вот в такой. Это нужно самому лично лезть, и вот так вот по кусочкам ее складывать. То есть, вот сам проложил там, проложил здесь. Все их это blend-курва. Blend-курва это кривая, которая у нас в точке касания имеет непрерывную смесь с поверхностью, которую мы присоединяем. По blend-курвам все это соединяем, проводим, 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 и потом уже поверхность натягиваем там. Либо по четырем, либо по двое направляющим и так далее. Создаем. И здесь математика действительно нужна. То есть, вот здесь вот, да, здесь математика, скажем, может быть, Unigraphic смог бы сделать это сам. А мне приходится на это тратить там полчаса или час, пока я все это обдумаю и приведу это все в единение соответствия. Скажем, была задачка вот тоже давно про это рассказать, но это не так интересно. Когда мы делали спортмастера ботинки, на самом деле, ни для кого, на самом деле, не тайно то, что спортмастер все, что он продает внутри себя, он сам и делает, только делает в Китае. Все бренды, которые там есть, это бренды самого спортмастера. Это Bona, это Nordway, все эти ребята, это все, что они делают сами, это и бренды. И на аэропорте находится огромное 10-этажное здание, Aerobus, которые забиты этажами дизайнеров и технологов, которые дают задания в Китае. Кстати, Austin тоже их марка, которые они тоже производят. И вот такие ботинки, вот на самом деле Adidas, они упускают уже под маркой Denix, да, Denix в сети спортмастер, поэтому Adidas больше ничего не продает спортмастерам, потому что они продают уже сами все эти ботинки Denix, сделаны в Китае. Ну, я для них проектировал, это было дело, соответственно, когда я занимаюсь интеграцией, и вот здесь я вспомог, потому что была очень сложная тематика, скажем, моделька поверхностная весила ну, не гигабайт, наверное, 2-3, а если ее делать в матбоксе, то есть, ну, это скровая лепка, один ботинок занимал все гигабайты и вешал наберку в любую систему. В этом плане поверхностей хороши тем, что они легкие, они классные, строить, скажем, это сложнее, это тебе не повращало, это выдавливало пером, это, конечно, все равно сложнее, но в целом, связь с реальным миром очень прямая, а если ты говоришь именно о расчетных модулях, то есть, о расчетных системах, которые действительно позволяют считать, вот там вот все, именно как я уже говорил, основано на наиболее реальном использовании. То есть, это обычно вся математика такая вот, практическая, весь термей, хрисофромат, он весь рассчитан на 7,095, то есть, 95% вероятность события, 5% грубо выбросов не учитывая, ну, так учитывая, так все построено, да, 7,097 более сложный процесс, то есть, это все наиболее вероятностное развитие событий, чудеса, но не учитывая. Хотя было бы забавно, какой-нибудь чудесный решатель. Скорее всего, у вас ничего не упадет, но в случае. Можешь все разновидеть, и наоборот, разлететь. То есть, предсвязь именно такая. И, поэтому некоторые комплексы сертифицированы, а некоторые нет. Потому что, скажем, вот, пока они не проверены, их нельзя использовать для того, чтобы прикладывать, скажем, рабочие документации, что вот мы проверили с помощью робота, а они говорят, но робота мы не знаем, как он считает, но нужно ошибаться. Алгоритм могут быть несовершенными. Поэтому сертификация всегда проходит не как черный ящик, а сертифицировать алгоритмы. То есть, компания ТДЭС должна вынуждена сертифицировать алгоритмы, которые они проверят. А если они возошибочные, прогоняются через тесты, потом они скажут, что сертификация, скажут, да, ребята, это вот может реально считать нагрузки и мощность ДЭС. У меня пример тоже. Я знакомлю с одним парнем, который в живетном правиле занимается проектированием атомной станции. В общем, это такие цилиндры, такие, которые в саркопаде, и он, соответственно, робот это сертифицировал, или, в общем, занимается этим сертификацией. И он, значит, проклиная все время, значит, робот, и проклиная автодесты за его, как бы, уошинг, не знаю, проигрыш, когда тебе говорят, что все прекрасно сейчас, нажмите на кнопку, все будет замечательно. Он все время говорит, вот от последнего, в 2013 выходила работа с сервис-партнерами, но в сервис-паке нету там ошибок в расчете спектра ответов, а это какая-то нелинейная нагрузка, там эффекты христа, страшные вещи, и там сейсминка, то есть все, что должно быть супер ответственно. Супер ответственность. То есть ты получаешь, что ты, как бы, адская ответственность станет, что ты не можешь в программе, как бы, запускать ошибку, и когда ты возвращаешься на махитику, там будет все проще, ты уже, как бы, немножко себя убираешь, как бы, флёр, да, флёр вот этого, цифрового, значит, реальность такая прекрасная. Ну, в первое изучение работает, понятно. Все инструменты, все косячные, сложные, потому что очень. Нет, здесь проблемы, наверное, бендерского, это, подхода, да, ну, слушай, в Гутарь университет, первый университет российский, в октябре, да? Я был очень уверен, что там будут такие чудесные выступления. Не бывает. Ребята, мне сам скупал. Майкл шоу, да. Все работает, вот наша презентация. Все работает на презентации, а реально тут постоянно уваливаются. У нас даже в сёфте был запрет, на самом деле, долгое время показывать в ДЖУ. Ну, что не очень часто падает во время презентации, ну, прямо делать, прям, все. Неприятно. Самое забавное, когда было, когда мы сейчас фиксируемся от Одеска, то, что мы можем продавать, там, их направление, ты приезжаешь к ним, запускаешь, у них, у них же он падает. Аплодисменты. я не доказываю? Да, это случилось. Ничего страшного. Вот. Ну, да. Все на качестве. Отлично. Да. Всем спасибо. Да. Аплодисменты. 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 О ребёнок. Аплодисменты. я не могу причiffe произносить, а я ехали? Да.